привет вас амиго все чаще и чаще меня узнают в рандомных боях и все меньше и меньше суточное число подписчиков на канал интересно с чего бы ну да ладно это не повод останавливаться сегодня будем рассматривать танк xm1 я не буду рассказывать историю этого танка про то что это предок прямой предок абрамса который не пошел в серию из-за своей дороговизны это и так все знают благо есть другие прекрасные вододелы способные зачитать под запись пару строчек с википедии значит а скажу только следующая сейчас на дворе уже патч 011 сюда по моему где этот танк порезанный до этого в предыдущем патче это была имбовая машина имбова имбовала она потому что она не пробивалась в лоб практически в нижней листью было не пробить где-то была мифическая щель под башней в которую можно было бы под его пробить но туда было не попасть только в клинче только фугасом только при попутном ветре все все остальные ну люк вы видите да там вообще практически не выпирает наконец-то америкосы перестали делать свою вот эту шишку командирской башни до снаряда приемник от наверно 1 танк лишенный этого серьезного недостатка для игры вот во всех остальных случаях машину приходилось пробивать либо в борта либо в пердак значит какую я я эту машину взял уже купил только после того как ее порезали ездил уже на порезанный давайте посмотрим что я сумел из нее выжить благо прокачал я ее во время в бытность акции на 200 процентов халявного опыта xm1 22 победы 22 поражений одна ничья но 47 процентов побед от конечно уныние полная правда я соло геймер но при этом средний урон у меня 2028 что довольно таки неплохо в то же время когда xm1 имбовал и в одиночку мог его лбом танковать 10 вражеских танков и собственно при прикрытии команды выносил вообще все живое а когда собирался клановый взвод на этих машинах это была вообще смерть так вот в то время я корячился на т-72а и сумел выжать из этого коры то всего-то 1460 дамага видимо имбовость xm1 на тот момент это одна из причин по которые возненавидел т-72а надо будет возможно как-то переосмыслить что ли его проверить как он в новом патче но я что-то не слышал информации о том чтобы его апнули поэтому не вижу смысла то что xm1 порезали ну да одним как бы соперником стало меньше но есть же еще леопард который тоже довольно не слаб в общем теперь этот абрамс абрамс аврамс блин еще сказал теперь этот танк свободно пробивается в нижний лист если не стоит ромбом если ромбом стоит то в нижний лист он пробивается чуть чуть сложнее но все равно пробивается под башню также снаряд залетает то есть резанули так резанули что у нас значит по модификациям этот танчела имеют 105 миллиметровую пушку классическую для американской ветки да да и не только для нее значит пушка точная 0.12 у нее разброса всего лишь время прицельное тоже довольно сносное не сказать что прямо у него на ах какое офигенное но для обе т это пушка сведения 290 это вполне себе годнота потому что советский ведровер 360 имеет сведения то есть вообще не вкакущие ворота не лезет вот 105 пушка опять же на леопарде стоит у нее тоже почему-то время прицельное 340 видите то это это штраф за дамаг у них дамаг побольше поэтому они сводятся побыстрее в общем увы ну танк тоже довольно достойный а по поводу оборудования значит я решил попытаться как-то накидать ему оборудование набрать на урон то есть но урон и время прицеливания и урон и пусть и урон который просто урон и того я получил чуть больше десяти процентов десять с половиной примерно процентов дополнительного дамага в итоге бронебойным снарядом я выбиваю 325 ой 364 дамага если удается зайти в тыл и кому не втащить а кумулятивом то тут все 466 конечно это намного меньше чем у 72 а а но и не нам не настолько уж не намного меньше чем у леопарда мне кажется хотя примерно они в общем то они они не то что равны леопард на самом деле сейчас даже покруче будет вот но при этом еще есть такой важный параметр как скорострельность и он у xm1 тоже хорош если вы прокачивали всякие бтр ки ббм ки а там можете открыть оборудование на скорострельность попытаться разогнать скорострельность то есть на вот на этой машине это имеет смысл попробовать что время перезарядки всего 646 на леопарде всего 6 и 8 интересно а потому что на леопард я поставил оборудование на перезарядку наверное дело в этом все ладно неважно так они у них примерно они вот в том-то и дело что xm1 зарезали настолько что у него пушка как у леопарда калибром но при этом дамаг у него почему-то проигрывает хотя перезарядка как видите у них у меня по крайней мере в ангаре равна ладно посмотрим как ведет себя этот танк в бою неправильно сказал надо было сказать как ведет себя этот танк в бою после того как броня и неуязвимость покинули его но двойная неудача во первых на этой карте у меня запись сыпется во вторых в бой кинул в какой против семерок а у нас в топе даже восьмерка но это 90 поэтому это не считается в принципе с тех пор как танк стал пробиваться в нижний лист до это машина конечно стала слабее теперь приходится от нижней лист по возможности прятать что вот с таким увн согласитесь довольно таки не самая сложная задача ствол опускается вниз просто как член импотента идеальный идеальнейший увн по моему я такого еще ни на одном танке не видел к тому же я привык играть на советских танках у которых уязвимый не только нижний лист но еще и мехвод под башни и люк на башне то есть советские танки самые уязвимые в лоб я вам скажу больше ты 90 единственный танк восьмого левела о бт которого даже боты в пве разбирают с легкостью серьезно в лоб просто вату ушатывают вот с такой невероятной скоростью что об это то есть 90 машина блин второй линии даже в пве ведь как такое ощущение что если этот танк положить на бок он начнет стрелять за угол с таким блин увном как обычно бмп решает решили что светить это не не для них задача что я наверно поеду этим заниматься значит будем все стоять значит будем все ждать чего-то чего-то прекрасного доброго светлого ведь в кланы в какие-то их поднабрали хотя hits вот этот клан hits я видео вижу постоянно тим киллеров из этого клана одного тим киллера я попал в бой где был взвод из клана hits один чувак в меня выстрелил я его убил после чего меня убил его совка со клана из то есть ну правда мы будет все равно победили там уже это не это ничего не решало но все равно люди типочки неприятные попадете в рандом с кланом hits будьте внимательно следите за этими блять обормотами все понятно это это на этом фланге теперь здесь только дрочить стоит никто никуда не едет никто ничего не делает под покровом дыма т-72 а решил прорваться к первым ангаром тоже мне смоук нашелся и стоит и чей и чей был последний выстрел по его заднице мой конечно да это здесь ты девушка 90 не хватает крутости яиц чтобы танковать хотя у них в топе то визе леда черчилле я я не думаю что они могут его пробить но видимо так думает он с горы если xm 1 мне просто лень ехать наверх из горы если она наш движуха пошла xm если с горы разгоняется он развивает потрясающую скорость за 70 переваливает но по прямой скорости конечно у него вообще не те он по прямой вот он медленный и если ты естественно поворачиваешь он тоже очень много теряет скорости но за вот эту вот больничку за угол заехать залететь я думаю я успею здесь никто не палит эту полосу сейчас данный момент очень полезно смотреть на миникарту на которой сохраняется ну как река рикошет и противника бездвижен это чё рикошет от гусеницы что так бывает куда-то он стреляет мне в башню в баре в бок башни обниматься будем в клинче а он у меня в наблюдении пытается пробивать и в общем то с неполным дамагом то получается с полным вот не очень вот этот вфм танчик конечно волшебный у него такие рикошеты случаются просто не знаю ему альбус дамблдор защиту наколдовывал наверно но смотрите бронебойным снарядом по бмп нет эффекта мне кажется xm1 не только по нерфе не прокляли еще дополнительно я так и быть возьму на себя смелости потанкую для нашего к 90 потому что иначе мы тут будем стоять я не знаю пока снова динозавры на планете не заведутся а вот и 72 тоже день неудачный куда выстрелил чё выстрел 438 дамага сейчас ему втащил большая удача почему-то по раздавленным камазом танк вообще еле ездит 390 добили так уже 2 уже 2222 дамага я накидал это значит джекпот я выиграл я выиграл надеюсь доната на пиво так там с верхнего справа угла нас раздавили но т-90 это вообще не волнует он не рвется в атаку мягко говоря говоря не мягко он бздит поэтому сзади него лучше не стоять впереди я сейчас видел наводку птура это бмдшка видимо о нет они не спускаются ну что неужели трудно поехать на т-90 и забрать грёбаный челленджер неужели его даже ты 90 не может пробить т-90 пробитие уже с немножко совсем другое визель это смерть моя это уникальная игра здесь пулеметные машинки пробивают танки на восьмых левелах по команду победителя определяет наличество машин наличие количество машинок в команде если четыре машинки а в другой три машинки крабы краб которая дата победит а где 4 смотрите краб сейчас нашего 90 к заберет блять как он на ха-ха пацана снаряд мой перепрыгнул это это достойно было вообще вот странно потому что xm на ходу стреляет метка но сейчас я в бмдшку не попадаю на бой проклят нет эффекта сзади разбирают сзади сзади давят может быть машинку добрали добрал точнее а вот я и умер до команда на верхнем фланге не смогла сделать вообще ничего приличного я не знаю почему слушайте у меня где-то три выстрела примерно на той четыре в этом бою не нанесли дамага но даже в таком бою не будучи в топе вообще я накидал 3000 дэмэджа я не буду как сказать не буду чё начни буду я не хотел сказать не буду ничего вырезать так туда что я вырежу это были выстрелы в которых мне просто не повезло ну в общем то не замуж на 1 реплее посмотрю потом что это был за рикошет за vfm почему бмд в борт не пробилась сейчас посмотрим сколько человек на семерках я подавай сколько наша восьмерка дамагу накидала посмотрим очень интересно вот человек на т-90 вот уровень танка т-90 вы представляете единственная восьмерка в бою это 5000 дамага минимум мне кажется если на бт играешь но если на бмд да на каком-нибудь на машинке ну там можно слиться хотя бы но танк превосходящий над на один уровень в этой игре когда танк превосходит противника на один уровень они его не могут пробить просто потому что хотя бы на уровень старше и это давно здесь заметил так железный воин это я в нашем бою это уже напрягает т-90 из клана о р в б 461 дамага это возвращаясь к тому видео где сказал что пве в этой игре великое зло со мной многие стали спорить школьники стали писать что они вообще только в пве играют но привыкли мы бодротствовать правильно зачем им там эти сложности ну посмотрите на эту команду 1800 дамага 1000 дамага 1000 это и эти люди старше меня на левел пора в церковь эти свечку ставить по моему меня сглазили в отличие от предыдущего боя но в этом условия полегче то есть в предыдущем бою условия были прям тяжелые в этом условии оптимальный да один топ к сожалению у нас это бмд у них этот танк почему к сожалению потому что леопарда 2 я не пробью на xm1 поэтому лоб в лоб встретиться не хотелось бы я просто надеюсь что он включит наглость и пойдет давить дамбу здесь ну так и мало народу да вот кстати интересно кто поедет на конференцию к разработчикам задайте вопрос сколько онлайна честно положа руку на сердце какой онлайн сейчас вармарт warfare но ночной понятно низкий но дупому и дневной на вскидку я думаю что онлайн здесь чуть меньше чем у улиток где-то меньше то есть 30 тысяч вот смотрите смотрите в чате а да 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 узнают узнают и этот чувак еще и на видео попал это у нас пальмария витегис когда нибудь я стану местным нет не хотелось бы ну вот видите танк довольно приличную скорость развивает когда едет с горочки поэтому хотелось бы постоянно ехать горочки на этом танке в принципе цель видео доказать что что после нерфа на самом деле поднялся жесткий вайн по поводу xm1 что он теперь лютое говно худший танк на своем левеле ну конечно в лоб танк начал пробиваться неслыханное дело нытики даже на таком танке а даже на по нерфе на нем можно достойно играть все зависит от рук кто-то и на xm1 сможет играть а кто-то и на т-8 на т-90 не смогут блин я его встретил я не хоть а не этот другой я в этих леопардах путаюсь не смотрите леопард 2 а вы это шестой левел леопард 2 просто это седьмой он чё порезанный что вот смотрите смотрите в чате я я вот не знаю может мне стоит включать фильтр мат да как блять да я сам матерюсь как я вижу курать просто а вот все я его все-таки встретил чуваку надо просто банчата выписать на однозначно главное его не убили чё он там бомбит если чего не хватает xm1 от дымовой завесы хотя бы одной давай чувак пошли его разберем вдвоем давай 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 леопка я просто боюсь что он не поедет меня поддерживать я окажусь в жопе а мне-то мне очень нравится вот везучая падла не 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 вот теперь он там начнет высовываться типа пошел то что-то у меня дрыгается как-то камера хотя с другой стороны чем там не у них две арты это на двоих шесть снарядов которые прилетят друг за другом бодрым залпом ой он вернулся а кто это в меня втащил стингрей сверху вот мышь а поле опки кто втащил нет 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 ну куда ты башку свою блять суешь то ёб твою ну давай сам бодайся как бы как бы было бы замечательно если был клан драк драк наркотики что так стингрей зато я тебе задолжал 426 урона о леопард поехал по пляжу леопард с ником рядовой рядовой с такой грамотой я даже верю что он настоящий военный рядовой опа 422 получил топовый леопард чисто от меня тоже видать наверное это такой стресс для них что они в топе что надо нагнуть а нагибалка чё-то не выросло все нету смотрите сколько леопардов до развелось раньше столько не было вот раньше как-то люди как прохавали что xm1 им будет все кинули сразу на xm1 играть я их очень часто на них натыкался уже вот их под конец стало больше чем 72 по моему а даже даже одна это чревато и если челленджер один сейчас это не единственный хотя бы так на своем левеле который не пробить в лоб да там я там и с абрамсом проблемы там если а пар там тоже немножко проблемы то xm1 единственный был такой вот выбивающийся просто я не успел набить дамага в этом сушки почему второй бой у нас в команде человек минус один давай кентавр не останавливайся не останавливайся мы с тобой еще можем кинуть по плюхе партия пожалуйста чё леопард вот посмотрите ну кто так встает ну кто так для делает так делают пве ешники и дцп а я тоже могу блять цель закрывать а чё ты думал что я прям буду зайти оставить и на цыпочках выглядывать да нахер ты мне обосрался ну и все в общем то нет победа 2300 дамаг стал 2300 причем одна из них это плюха по топовому танку и я считаю нормалец ну так средний ну и последний бой в этом рабочий крестьянском видосе про xm1 даже даже как-то гайдом на из его называть мои видосы не хочется просто играем и разговориваю разговориваю хотя некоторые люди пишут и кидает мне скриншоты в личку вконтакте говорят ой спасибо за видосы типа научил играть там один чувак на арте вот нормально стал нагибать второй недавно скинул видео на как он на советских танках урон накидывает выше пяти но я не знаю на советских танках если он где-то играть учился тут точно не у меня потому что я сам на них они у меня вызывают стойку неприязнь в этой игре скажем так вот прям вообще вот обратите внимание опять же что world of tanks советские танки имеют косую пушку да и так так себе у ввн и здесь современные танки точно так же тоже только за что то что они советские видимо имеют косую пушку да несмотря на то что современные все равно пушка косая но как с современным су с этим со стабилизаторами со всей фигней на борту танк может целиться три с половиной секунды столько же сколько не знают 3 3 4 соседнем проекте это жену невозможно по моему как минимум говорят что а если бы танки стреляли сходу на ходу точно это было бы там было бы типа играть как-то неудобно ли что-то не знаю но я не знаю я знаю одну игру где действительно неудобно на ходу стрелять но танки стрелять точно без всякого сведения возможно что если бы эта игра позволяла стрелять метка на ходу она была бы как раз божественно динамичный т-72 встал за мой камень сейчас будет получать снаряды в люк на башне час а потом я встану за его труп серьезно считайте до трех но давай не подводите меня раз-два-три давай начинайте блять тут место только для одного нагибатора походу занято я немножко не а немножко втащила немножко высунулся до 802 ты меня не под а вот этот меня ждет я вижу я вижу потому как он стоит по вот этой на на подсветку опа это как так главное что обнаруживаю всех заметьте я не т-72 а ну ты нарвался чувак ты как-то уж слишком дерзко вылезаешь я такого не прощаю я обиды не прощаю мне нравится равнодушие со стороны его команды никто не по никто не попытался прикрыть его своим телом никто не кинул дымовую чтобы он почти да и он сам не починился и не отъехал ой ну подарок подождал подкараулил молодец какой молодец ай хвалю ай нравишься и ваха 2013 а блин повезло тебе ваха рикошет ладно понятно тут можно долго долго стоять и дергать друг другу пиписи не очень мне такой геймплей нравится я думаю 72 к рахман 14 может их держать и один прикидываясь какими чеченцам раха рахман хотя был хасим рахман боксер но никак не чеченец так 800 кинул 360 поймал обратите внимание что я от xm1 получил всего 360 дамага в то время как сам кидаю от 400 и выше это вот результат разгона дамага оборудования я не знаю какое оборудование себе поставил тот чувак по дамагу явно убирает тур летит метиком естественно оттуда откуда еще ему лететь не с базы же в базы то было бы слишком дерзко но в лоб он меня не пробил так как не успел видимо я не смог завести птур мне в нижний лист тем временем 72 а наш тот самый давят они вдвоем поехали его давить как у него там со здоровьем то он вообще хоть знает куда пробивать ооо в борт ему зашли мне нравится что мбт-70 вражеский не поддерживает атаку xm1 у нашего 72 значит есть все шансы но раздела сдвинулось с мертвой точки иначе можно поехать обратно получить птур в пердак сейчас я так подозреваю вот это от этого м2 брэдли арта принялась туда накидывать рахману в помощь дело в том что само вот то направление давить смысла не имеет ехать высоваться там из-под моста это отдаваться на расти до рахман сушите он их один просто разрывает мне тут делать нечего на самом деле сейчас будет он их один поубивал почти а тут вернулся терминатор вот это сейчас был а по моему вылет за пределы разумного разброса только что после выстрела снаряд полетел на я вообще не понимаю как так да за и рахман рах такой рахман ты а мог бы я сюда и не ехать я-то думал что сейчас его заберут но мбт вражеский тупил вот если бы мбт не был такой тупой они бы его с двух сторон просто зажали и в корму распилили его жизнь осталась как раз на два выстрела но нет ни хрена сначала поехал один нагребал потом подъехал 2 через полчаса как раз по нему еще арта накидала так дела не делаются если вы видите что ваша товарищ по команде атакует атакует разумно да потому что даже если бы мбт поехал было бы в худшем случае два на два них нихрена ого рахман братан спасибо прикрыл меня грудь вообще не надо было это делать я бы просто отъехал turbo передо мной в землю воткнулся все же рассчитано но рахман решил прикрыть меня геройски от тура зачем-то да и спись и скрысить у меня фраг рахман ты чё-то мне не нравишься теперь ты какой-то блин я не знаю странный странный парень к этим временем бой уже идет восемь минут врагов все меньше и меньше давай заезжай на горочку ты развалюха хоть фрагов наберу это кто там блять пердит в мою сторону я не понял и сдриснул а да да пробивает молодец задолбал он мои гусеницы сушить портить чё пробивалка сломалась и чё такое нет эффекта кумулятив ёптвою медь вот за что я не люблю кумулятива за то что самые ответственные манду посмотрите куда блять летят выстрел его этого танка ёптвою мать это невозможно просто со 100 метров блять снаряд ушел реально на два сантиметра по прицелу в левее просто в корпус ему воткнулся но это я не верю в такие совпадения что современный танк ёптво 76 года выпуска по моему 70 блять какого-то на нахрен стрельба со 100 метров цель не попадает нахер он нужен понятно почему его на вооружение не приняли просто ведро корыто да если конечно сегодня этот танк стреляет очень странно по меткости вот я уже в первом бою хреново стрелял во втором нормально в третьем опять какая-то борода началась туда-сюда что-то разведданные смотрите 1900 рахману этому насветил что ударах ман 104 сумел накидать правильно двоих этих затупчиков расстрелял там мбт-70 смотрите так без дамага и сдох понятно она в общем то и было видно короче чем в итоге в итоге в итоге машина вполне себе играбельная ван не вайн не уместен порезана она была вполне по делу так что теперь танк стоит наравне со всеми и причем даже в чем-то он имеет какие-то явные преимущества даже я бы сказал поэтому не надо войнить танк вот самое самое вот оно теперь осталось порезать челленджер ждем нерфа на этом собственно все так что чё-нибудь жмите чем пишите и да если будете играть на xm1 смелее чуваки смелее кустодрочеров тут хватает на бдрм на бд на бмдшках блин на всяких танки в кустах дрочить не должны адью